По-прежнему хватает снега и на городских дорогах. Впрочем, не только он виноват в ежедневных коллапсах на многих остановках общественного транспорта. По большей части дело в самих водителях. Какое правило они нарушают и есть ли шанс исправить ситуацию? Ответы у нашей команды по борьбе с автохамами. Ожидать автобуса на зебре пассажирам приходится не по своей вине. Легковые машины заполонили всю остановку. Так что единственный выход у водителя автобуса – высаживать и запускать людей прямо на перекрестке. Порой подъехать вообще невозможно. Это сейчас еще нормально. А бывает, что вообще даже дыры нету. Все заставлено. Очень плохо. Но ситуация меняется, когда приезжает экипаж ГИБДД. При виде команды по борьбе с автохамами кто-то предпочитает спастись бегством. Но большая часть нарушителей попадает в руки инспекторов. Зачем нарушать? Пассажира ожидают. Ну пойдемте, будем материалов сходить. Видимо, это явно не входило в планы автоледи. После того, как ей вручили протокол, она решает сорвать злость не только на нашем операторе. От нее едва не пострадал и ни в чем не повинный автомобилист. Комментарии излишни. Буквально за 10 минут нашего рейда на остановке стало заметно свободней. Водителям автобусов удается заехать даже в самый отдаленный карман. За парковку на остановочном пункте штраф 1000 рублей. Но здесь автохамов наказывают серьезней, потому что висит этот знак «Остановка запрещена». А те, кому не указ, заплатят уже 1500 рублей. Вообще на остановках общественного транспорта за 15 метров до знака на остановке общественного транспорта стоянка запрещается. Останавливаться разрешается только для посадки и высадки пассажиров, либо разгрузки и погрузки. При этом не должны создавать помех для движения общественного транспорта. Совпадение или нет, но 90% сегодняшних автохамов это таксисты. Что лишний раз наталкивает на мысли. В погоне за личной выгодой они совсем не думают о безопасности тех, кто предпочитает пользоваться именно общественным транспортом. Павел Марчуков, Владимир Пинаев. Новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин